Всем привет! Здоровье и плодородие почвы – это прямой путь к высоким урожаям. И сегодня расскажу о лучшем седрате для осени, который с легкостью заменит компост и навоз и сделает почву более легкой, рыхлой и плодородной. Осень уже не за горами, и сейчас идет активная уборка урожая. Мы уже собрали озимый чеснок, лук, горох и многие другие овощные культуры. Естественно, на огороде освободилось очень много площади. Но в то же время многие культуры еще растут на грядках. Это лук-порей, огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы, свекла и различные другие корнеплоды. В этот период, когда идет сбор урожая и освобождаются грядки, конечно же, их можно засевать различными седратами, которые оздоравливают почву и при заделке их в почву обогащают ее органикой, делают более рыхлой и плодородной. Как правило, после уборки ранних овощей высеваются активно растущие седраты. Это белая горчица, это фацелия, это масляничная редька и другие. Такие седраты очень быстро наращивают зеленую массу, и затем их можно скосить и заделать в почву. Но поздней осенью мы убираем корнеплоды. Естественно, уже в такие поздние сроки седраты по типу фацелий, либо масляничной редьки, горчицы, они уже не подходят. Они не успевают до холодов нарастить хорошую зеленую массу. И вот пропросту такой посев нецелесообразен. Но, тем не менее, почву на огороде нужно оздоравливать. Нужно соблюдать хотя бы какой-то севооборот. Тем более, когда у вас маленький дачный участок, и на нем невозможно менять место посадки огорода. И с года в год овощи садятся практически на одном и том же месте. Естественно, повышается инфекционный фон, различные фитопатогены в почве накапливаются, истощается почва, и урожай с каждым годом становится все хуже и хуже. Поэтому очень важно вносить органические удобрения и сеять седораты. И вот, например, для осеннего посева лучше всего использовать озимую рожь. Ценится озимая рожь прежде всего за быстрый рост. Если ее посеять даже в поздние осенние сроки, она успевает прорасти, и весной, как только сходит снег, она начинает активно вегетировать. И к моменту посадки огорода, это, как правило, первая декада мая, она уже наращивает хорошую зеленую массу и при заделке в почву может полностью заменить внесение навоза и компоста. Например, на одну сотку придется в чистом пересчете примерно 10 кг азота и 6 кг калия. Рожью можно засевать также площади и в теплице, чтобы земля не пустовала. Особенно хорошо засевать рожь в теплице, если у вас там была фитофтора. Уже давно научно доказано, что рожь подавляет возбудители фитофторы. И если посадить ее в теплице, то почва оздоравливается. И в следующем сезоне у вас в теплице никаких заболеваний не будет. А еще у многих в теплице бывает белокрылка. И вот именно рожь – это единственный сидорат, который можно засевать при наличии такого вредителя в теплице, потому что белокрылка не питается рожью. А тем не менее, почва будет оздоравливаться. Например, у меня немаленький участок, у меня очень много земли. И рожью я иногда засеваю целые участки огорода, либо целое поле на весь сезон. Это дает мне оздоровление почвы, затем это дает мне бесплатное зерно, а также большой объем соломы, которые я потом использую на огороде для мульчирования. Получается очень хорошая выгода. А еще ценится рожь за то, что подавляет рост сорняков. И вот те участки, которые были засеяны рожью, на следующий год на них посадили овощи. На таких участках на 30% меньше сорняков, чем на соседних грядках. Есть, конечно, у ржи и свои недостатки. Например, рожь может приманивать проволочника на участок. И если вы высаживаете корнеплоды, то может быть нанесен урон урожаю. Но это бывает скорее на засоренных участках. Там, где много растет пырей и других многолетних сорняков. Потому что проволочка в большей степени пытается вот такими многолетними корневищами вот этих сорняков. Если у вас участок чистый, вредителя в нем мало, то ничего страшного не произойдет. У вас не увеличится значительно популяция проволочника. А если засевать рожь попросту на выращивание зеленой массы, то есть она не будет расти весь сезон на зерно, то и проволочника никакого не будет. Потому что все органические остатки в почве быстро перерабатываются различными почвенными микроорганизмами, червями и улучшается структура почвы. Второй недостаток у ржи – это наличие ингибиторов. То есть тех веществ, которые препятствуют прорастанию семян. Например, если вы заделали рожь в почву, то только через две недели можно приступать к посеву основных культур на этом участке. Нужно выждать небольшое время. Но чтобы скорее вот эти остатки переработались, скорее нейтрализовались ингибиторы вот эти, нужно применять биопрепараты, которые ускоряют разложение растительных остатков в почве. Среди биопрепаратов можно выделить препараты на основе всем известной триходермы. Но сейчас появилась еще одна новинка. Называется этот биопрепарат антистерня. В нем также присутствуют штаммы триходермы, а также штаммы полезных бактерий. И разложение органики происходит в очень и очень быстрые сроки. Опять же, он в жидком виде. Чтобы им пользоваться, понадобится 100 мл этого препарата на 10 л воды. Вот таким раствором можно проливать грядки. Когда вы перекопали туда, заделали какую-либо органику, например, там листья, ту же рожь, либо другие сидораты, очень ускоряется вот этот процесс разложения органики. Почва более легкая, рыхлая, плодородная становится. И самое важное, что различные фитопатогены, инфекции, все это в почве уничтожается триходермой и полезными бактериями. Таким же раствором можно проливать и компостные кучи. Также ускоряется процесс разложения органики, переработки органики различными микроорганизмами. И к осени у вас получается отличнейший компост, рассыпчатый, как торф. И его можно спокойно вносить уже в грядки осенью под перекопку, например, для посадки озимого чеснока, либо лука. Наверняка кто-то из зрителей поинтересуется, почему именно озимая рожь, например, а не озимая пшеница. Потому что озимая пшеница, да любая пшеница, в принципе, они более склонны к фузариозу. И поэтому те участки, где высевалась пшеница, они более подвержены вот этому заболеванию. И овощи после пшеницы могут поражаться фузариозом. А также пшеница очень обедняет и истощает почву, в отличие от ржи. Поэтому рожь все-таки более предпочтительный сидорат для посева в позднеосенний период. Обязательно позаботьтесь о здоровье плодородия почвы у себя на участке, и она вас отблагодарит хорошими урожаями. Спасибо за внимание и до новых встреч!